Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге Великие Музеи Мира. Статуэтка Ур-Нингер-Су, 2117 год до нашей эры, диорит высота 18. Известно большое количество подобных статуэток из диорита. Одна из них самая известная хранится в Лувре, Гудея, 22 век до нашей эры. Диорит темная, очень твердая горная порода, использовавшаяся в Египте и Месопотамии наряду с гранитом и базальтом. Этот камень трудоемок в обработке. Чтобы его отполировать, требовалось непроизойденное мастерство и большое количество времени. Неизвестные воятели прорезали элементы головного убора, условно наметили пластичные гибкие линии одежды Энси. Так называли правителя, который совмещал руководство шумерскими государствами Лагаш с функциями жреца. Подобное молитвенное положение рук могла иметь и предыдущая статуэтка. Ученые определили личность изображения Меси, выбитой у него на спине. Эта скульптура символически обращалась с молитвой к стражу подземных врат Нингерзидея. Именно он был покровителем всего народа Нингерсу и его отца Гудея. Вот такое описание нашел в книге «Великий музей мира» статуэтка Ур Нингерсу в 2117 год до н.э. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok